Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я подвзяста великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня воскресенье, 17 мая, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из Книги Деяний Святых Апостолов. Глава 11, стихи с 19 по 26 и с 29 по 30. Вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Между тем рассеявшиеся отгонения бывшего после Стефана прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них кипряне и киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили Эллина, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. Дошел слух осем до церкви Верусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполненный Духу Святого и веры, и приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии первый раз стали называться христианами. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособия братьям, живущим в Иудее, что и сделали послав, собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла. Итак, дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами чтение книги «Деяния святых апостолов». И сегодня, в воскресный день, мы читаем отрывок из 11 главы. В 19 стихе, это первый стих сегодняшнего отрывка, мы читаем. «Между тем, рассеявшиеся отгонения бывшего после Стефана прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев». Итак, мы помним, что христианство началось из Иерусалима после Пятидесятницы. Мы читали с вами о том, что апостолы проповедовали в Иерусалимском храме, и постепенно, постепенно нарастало напряжение в отношениях между иудеями и христианами. Постепенно происходил этот процесс отмежевания из старых мехов вот этого нового вина. Так или иначе, оно должно было прорваться и излиться на весь мир. Что и произошло. И катализатором этого прорыва стала смерть Стефана, архидиакона Стефана. После этого начинается гонение. На самом деле, после этого проходит довольно-таки длительный период времени, несколько лет. Этот как раз-таки эти слова, этот стих охватывает период несколько лет, потому что Стефан, когда побывались камнями архидиакона Стефана, будущий апостол Павел стоял и стерег одежды. Потом происходит обращение Савла, его перерождение, его крещение Духом Святым, а потом крещение в Дамаске. То есть прошло много-много период времени, и как раз-таки многие христиане тогда бежали из Иерусалима, спасаясь бегством от этих гонений. Нам не приходит в голову сегодня называть этих христиан трусами. Они должны были, по мнению многих людей, сегодня, они, по идее, должны были остаться в Иерусалиме и своей смертью засвидетельствовать Иисуса Христа. Но они бегут от этих гонений, и в этом нет ничего постыдного. Все-таки вера исчисляется непростым желанием умереть за свою веру, но еще и другими делами, как мы видим как раз-таки из книги Деяний. И вот рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финикии, Кипра и Антиохии. То есть потихонечку начинает христианство распространяться в Средиземноморье, до Кипра добирается, в Антиохию, современная Сирия. Никому не проповедуя слово, кроме иудеев. Они никому не возвещали слово Божие, кроме иудеев. Но были среди этих людей некоторые кипряне и киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили эллинам. И здесь идет речь не просто об празелитах или иудеев из рассеяния. Здесь говорится конкретно «эллины» так обозначают язычников. То есть до этого так обозначали иудеев из рассеяния, из диаспор, не живущих на территории Израиля. А в данном контексте здесь речь идет об язычниках, конкретно язычниках. И вот эти кипряне и киринейцы благовествовали Господа Иисуса Эллином. То есть мы видим, что начинаются благовествоваться постепенно язычникам, конкретно язычникам, не празелитам и не иудеям рассеяния. «И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу». То есть мы видим уже такие спорадические эпизоды воцерковления язычников, которые уверовали во Христа. «Дошел слух о всем до церкви Иерусалимской и поручили Варнаве идти в Антиохию». Как мы помним, когда диакон Филипп проповедовал в Самарии, туда были делегированы апостол Петр и Иоанн, чтобы проверить, в кого же все-таки уверовали самаряне. То есть некая такая инспекция. И с такой же инспекцией отправляется в данном случае и апостол Варнава в Антиохию, чтобы понять, в кого уверовали эти люди, в том числе язычники. «Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и Веры». Здесь в Варнаве дается очень положительная характеристика. «Муж добрый, исполненный Духа Святого и Веры. И приложилось до воли народа Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви, учили немало число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами». Очень важно здесь, потихонечку мы подбираемся к деланию, к деяниям апостола Павла, еще пока Савла, Варнава. «Муж добродетельный, добрый, исполненный Святого Духа и Веры. Ему дается высокая оценка, и он действительно один из первых, кто вспомнил о Савле, с кем он познакомился в Дамаске, кого он знал, и в Иерусалиме он знал, потому что когда апостол Павел пришел в Иерусалим, прибежав из Дамаска, опять же таки, убегая от гонителей, оставшись и не погибнув, он бы остался и мог погибнуть за веру во Христа, как это и сделает потом, но он бы тогда не сделал всего того, что он сделал после, после того, как сбежал из Дамаска. Он приходит в Иерусалим, и там его отправляют в родной город, в Тарс, чтобы он там переждал гонения. И Варна воспоминает о Савле. Его уже тогда поразила та искренность, тот интеллектуальный ум, то горячее сердце апостола Павла и те организаторские способности, которыми он обладал, и он понял, что это тот человек, который, как минимум, будет весьма полезен в проповеди. И далее целый год собирались они в церкви, учили немало число людей, и ученики в Антиохии. В Антиохии первый раз христиане стали называться христианами, у них до этого было много других самоназваний. И бытует мнение, что христиане – это некая такая уничижительная кличка, прозвище, которое прилепилось и понравилось христианам. Сами себя христиане начали называть христианами уже во II веке. Дальше говорится в 29 и 30 стихах, что они положили себе ожертвовать на нужды Иерусалимской общины. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособия братьям, живущим в Иудее. Что и сделали, послав соборное, собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла. Варнаваде стоит пока еще на первом месте, как пока что ведущий, но очень скоро все поменяется. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся и обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскрешенном Господе и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»